Не успели краевые кикбоксеры отойти от чемпионата России, как спустя полмесяца новый крупный турнир. Фестиваль единоборства, пропагандирующий здоровое детство, в 13-й раз собирает спортсменов. Вот только в этом году, после уже упомянутого чемпионата, желающих заявилось в разы больше. Обычно там 120-130 человек у нас принимало участие. В этом году аж 200 человек съехались на этот турнир. Кроме кикбоксеров, под одной крышей лучших вычисляют каратисты, рукопашники, борцы панкратиона. Всего 17 федераций из 40 регионов страны. Не смогли прилететь на турниры спортсмены из Ирана, Казахстана и Таджикистана. Правда, представители последнего все же поборются на площадке. За иностранцев будут отвечать студенты из Таджикистана, которые учатся в Барнауле, но имеют иностранные паспорта. Они захотели представлять свою страну под своим флагом выступать. Приглашали мы многие страны, в том числе Монголию. Монголия не смогли, ну без объяснения причины, также не смогли ребята с Абхазии приехать. То есть у нас постоянно приезжала команда Донецкой Народной Республики. То есть по понятным причинам тоже ребята задействованы, как бы не могут прилететь на эти соревнования. Плюс фестиваль, а еще и в том, что федерации могут организовать официальные старты по своему виду спорта. А это позволяет даже присваивать звание, например, мастера спорта. Это определенный толчок, определенный старт для молодых спортсменов в первую очередь. Фестиваль продлится до 15 мая, так что всех любителей единоборства ждут в темпе. Вход свободный. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.